всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 на начале по болтушке дожился в кои-то веке написал сценарий для проведения ролика потому что в более большой пласт информации был затронут и дабы не запутаться во всем этом вот пришлось пришлось первый раз жизни написать сценарий надеюсь что все получится итак по итогам прошлого бритья я бы сказал что кристофер брэдли в том исполнении который был b073 gap честно сказать мне не зашел то есть это не мой стану совершенно он недостаточно агрессивен он очень-очень для меня показался мягким и для того варианта моего существования в бритье как я привык то есть двух трех четырех дневная щетина он не явно не подходит потому что он меня не выбривает его не в том что он как-то там забивается или еще что-то нет с этим все в порядке дело в том что он много оставляет нет опять неправильно сказал он вот как виши понимаете то есть вот виши скоблишь 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 ты блин нафиг давай что-нибудь другое вот типа такого что то то есть я побрился хорошо побрился нормально но все-таки где-то что-то как-то вот проблемных местах какие-то камельки остались хотя по большей части камель фото был нормальный хороший и вся эта красота закончилась буквально на следующее утро то есть я вечером побрился а утром у меня уже все звездос ну я уже готовы плюс дополнительная информация после этого станка на какую бы плиту я его не поставил повторяется всегда одна и та же история форма навершия моей щетины становится какой-то другой знаете как будто вот все время раньше срезалась так 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 а в этот раз срезалась как-то по-другому я прям чувствую что она реально другая нечто похожее было после агрессивных станков как я вот помню это 41 голова опасны то есть клинковые бритвы давали такой эффект откуда он здесь взялся научи сказать для меня пока непонятно но прикольно с этим фактом предстоит еще только разобраться осмыслить и понять что это таки забить на него или какие-то шаги предпринимать то есть может просто особенность станка вот такая вот ну по большей части стану конечно же годный годный и раз уж мы сейчас о нем говорим сразу же пристегнул сюда все ваши комментарии в которых вы просите вадима давай его сравним с роквалом вадим а вот какой вот он на этой плите и на плите роквала вадима давай вот так а давай вот эту плиту ребята из всех ваши комментарии я понял одно станок для вас точно также интересен как и для меня лично валерий багли еще раз один большой здоровый спасибо за то что дал на погонять и конечно же мы будем с вами с этим станком экспериментировать все ваши пожелания не останутся незамеченными будем сравнивать и с роквалом будем ставите на плиту c будем делать все но раз уже договорились за плиту c я бы сюда хотел пристегнуть и еще один комментарий извините что участок все-таки выводы по видео будут будет просто сейчас за станок заговорили его оставил андрей ты здравствуйте уважаемые господа вадим викторович совочка какое ваше мнение относительно следующего аспекта бритья как мысли снимать 3 4 дневную щетину задача не есть особо трудная для лезвия станка и мыло на канале имеется немалое количество станков мягких регулируемых со сменными плитами которые специально созданы человечеством для работы с однодневной щетиной а работа этих инструментов а также больно пузырных соответствующих условиях по 1 1 на дневной щетине мы не видели спасибо ничего андрюх то прав по сути однодневного варианта у нас никогда не было почему но это не мой стиль то есть каждый день бриться у меня такой роскошный букет расцветет и это если просто буду бриться без камеры а если еще из камеры ребята но мне тогда надо это фирма отдельно организовывать по производству роликов по бритью и как-то на меня на баланс ставить ветроплату платить потому что кроме этих роликов я сделать больше ничего не смогу запись видео реально занимает очень большой план то есть вот сегодня вторник я пишу это видео вместе с поболтушками то есть помимо сценариев сбора необходимой информации уточнений то есть все 5 10 подгодовительные моменты сам процесс съемки рендеринг монтаж видео потом рендеринг потом выложить потом собрать необходимую чтоб ссылки тут это звездец это весь день фуа нету если так делать каждый день то я буду писать только видео больше ничего ну спирами на обед конечно но тем не менее работайте больше никак не смогу но это не отменяет того факта что андрюк то прав дабы проверить всю эту фигню я опять хочу вернуться к станку карве и все таки я думаю что надо как-то все это сделать то есть вот сегодня допустим запишу это видео и к примеру вот сегодня вторник а к примеру в среду на следующий день вот как каждый день бриться да но утром то не стану а вечерком просто карве на плите цепь ну а почему нет ну только так в лайт варианте там без поболтушек там бла 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 там чтобы мыслю по древам там в ухо вцепиться нет так вот просто вышел и вот с таким вот результатом все равно есть некоторые негативные позиции которые сам для себя я чувствую потому что человек который бреется 23 4 дневную щетину и сразу его посадить на однодневный вариант убриться каждый день проблемы у него будут однозначно и подготовка и косметика тут этого не решат то что у него кожа не привыкла к этому минимум недельку полторы-две ему нужно погонять чтобы вернуться из того состояния раздрай который у него будет на лице потому что если он скоблит раз три дня тут каждый день ну там морда лица ему однозначный процесс сразу заявит скажите и стыж братан чё с дуба рухнули не не афи-фи-фи отвали то есть надо время на адаптацию здесь же я думаю на адаптацию не будем ничего пускать просто по факту посмотрим как она работает ну а те последствия которые однозначно получу будем как-то за рамки выводить их не будет если я буду полторы-две недели провыкать но сейчас они стопудово появятся то есть вот это прошу вас учесть также ну вот и дальше подводим итоги по прошедшему в бритью я очень рады что лена откликнулась елена из киева потому что она некоторые позиции разъяснила некоторые позиции поставил на свои места во первых из ее комментариев я понял что это да действительно энтузиаст своего дела да действительно человек который не просто пришел на работу так сегодня еще сегодня у нас на тачка три ведра там глицерина три ведра этого а ладно так нет хочу в душе делать свое дело потому что если бы это было не так вот этих вот всех вещей не увидели ее мыло с предыдущего обзора кельтский крест но он мне очень понравился запах на это номер 16 это то есть вот это достаточно такая меховая составляющая заходит не заходит каждый решает сам этот запах лично для меня вначале понравился потом он быстро нравился забил все полностью это мои проблемы но само то мыло а купить а купить вот и умыл я специально я специально сюда притащил это вот разрабатывали вместе со стасом это та же самая компания сова place это бомба лично для меня для вас я ребята вот для меня это бомба для себя вы сами решите этому я никому не отдам оставлю у себя и этот человек откликнулся благодаря тому что елена написала стали выясняться подробности какая все таки это сучья контора укрпочта и почта россии сучьи конторы будет правильно сказать что все таки не дают они простым людям спокойно жить и при первой любой возможности вставляют палки в колеса ну а другой стороны мир не без добрых людей вышло много пацанов и сказал слышь ребята чего маетесь а можно вот так 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 и так то есть для тех кто живет в москве и санкт-петербурге предвижу что есть пособление и там есть возможность какая-то курьерами переправлять а вот кто в регионах на ребят ну я боюсь что обломайтесь потому что елена там такие цифры цифры за пересыл называла что там просто мама не горюй но это без штанов останешься этому золотым будет так что вот как то так москвичам респект вам повезло всем остальным ну ищите ли кто в москве может переправить или какие-то другие варианты а какие другие только вот поезд пришел передали и вам потом переслали но ребят при любом раскладе если у вас будет хоть малейшая возможность взять мыло от елены ребята берите даже не сомневайтесь потому что это то мыло которое вас вряд ли сумеет расстроить вряд ли сумеет огорчить а вот польза от него будет кратно вот сам для себя это так чувствую конечно есть некоторые составляющие там им ховость то все что кому-то может не зайдет но тактико-технические качества не зависят от типа кожи от типа щетины от типа длинных рук откуда руки растут и прочее прочее то есть мыло но есть мыло любом случае это зачетный годный продукт и елене еще раз пользуясь случаем хочу передать лицу хочу передать спасибо за то что она делает из-за того что ну не иссякает земля русская вот такими людьми которые дышат которые на энтузиазме вывозят такие вещи от которых может даже серьезной корпорации быть вот таком тихом а аути и говорит ребят да ты чё ну это же вещь это вещь это вещь однозначно по мыло разобрались яки металлический барсук хорошая годная зачетная интересная штучка мне понравился сам узел как-то сильно не удивил но мне он показался промежуточным между вот этим вот красавцам многие которые многие из вас которые вот у меня в парне на канале писали комментарии от него восторги некоторые даже писали ну наконец-то на серебряного барсука поставили нормальный ворс да ребята здесь нормальный ворс меня только его мягкость несколько смутило но при всем при том это функциональное изделие так вот тот с металлической ручкой он мне показался промежуточным то есть вот обычная масса то что предлагает яки вот этот вот мягонький а вот этот посередке затесался именно поэтому он не понравился он не по кайфу и то нормальный хороший кто возьмется я думаю что получит удовольствие сто процентов авто 6 47 11 от ярослава германии вот что тут обсуждать догодная зачетная штука он просто обалденно не он реально по кайфу мне он прям зашел это знаете вот любителям мрачевости с нормальной жирной с комбинированной кожей с сухой алкоголя дофига фиг его знает ну да конечно же там есть какие-то компоненты которые будут все это сглаживать комбинировать компенсировать потому что несмотря на алкогольную составляющую каждый хороший уважающийся производитель даже супер-пупер алкогольный авто шейф будет обязательно закладывать те вещи которые будут компенсировать вот эту вот алкогольность без них это будет просто драчевый лон который без вазелина взяли вставили там шары повыскакивали нет такие вещи они не пользуются популярностью но в любом случае вот первым двум группам пробовать можно смело ничего не будет а у тех у которых вот сухая кожа и проблемная кожа вот такая знаете отзывается очень ярко на такие вот драчевые вещи ну там ребят смотрите с опаской это конечно же как там как там по названием по названием ребята вот то что вот там стас с ребятами затеяли там ну я тоже поддержала вот как бы нам называться вы столько там столько всяких вариантов по накидали что прям диву даешься вот тут некоторые уже прямо открытым текстом говорили остановите меня держите меня сто пятьсот человек все тут все закончилось все достаточно тривиально по-человечески по-мужски и лично мне очень близко и понятно вышел серега и его бомбанула вышел и сказал да блин вы чё у нас раньше нормально было часто чего называться ты мужик мужик бреешься бреешься ну чего вот и все название уже есть не надо ничего выдумывать и серегу бомбанула за что ему огромное спасибо хочу сказать потому что ну с моей точки зрения он сказал все правильно и лично мне это вот как-то узнаете на сердце прямо легло и спасибо но то что парня всяких названий накидали но это лишний раз говорит о том что творческая составляющая у наших-то хлопцев его то есть там если надо там такого могут натворить ему хрен тремя тачками вывезешь так что вот как-то так с названием мы разобрались как было бритьев как бы чего останется павел самому спрашивает скоро я захочу купить себе взрослый станок и связи с этим возникает один довольно глупый вопрос если куплю слишком мягкий станок я я изрежу кожу но не выбриваюсь гладко это недавно слышал но что если слишком агрессивный все будет упираться в технику или есть предел при котором как бы не провел лезвием по коже словишь бампы парни живо откликнулись на этот вопрос и очень хорошо и толкового павлу ответили больше всего более подробный такой прям состоятельный обстоятельный ответ был от михаила генина который коротко снули не совсем коротко но подробно сформулировал что принципе привыкать будет любому станку я полностью с ним согласен от себя лишь добавил бы что есть еще много нюансов о которых там парни не говорили михаил затронул четко но без тонка внешний вид станка длина ручки диаметр ручки центровка станка этот все те параметры которые точно также будут влиять на твою хачуху на твою имха нравится не нравится заходит не заходит полно людей которые обожают тонкие ручки но есть которые терпеть ненавидят есть люди которые короткими биться вообще не могут а есть люди которые только 12 сантиметров подавали наоборот только коротышами тебе какой павел надо пробовать это единственный вариант только так ты сможешь понять как тебе что у тебя куда тебе по весу если у тебя сейчас уже есть станок отталкивайся от этого потяжелее полегче то есть вот как он тебе заходит с этим ты хотя бы сможешь определиться по диаметру ручки по длине ручки я уже много раз говорю повторю еще раз возьми карандаш отрежь 6 сантиметров 9 сантиметров 12 сантиметров нас один резинку попробую поводить так ты сможешь определиться длиной ручки по диаметру ну я не знаю что то найдешь день что 9 сантиметров диаметром 12 миллиметров но это мало вероятно но только так можно определиться поэтому вот это все те вещи которые тебе тоже дополнительно к уже тому что было озвучено будут добавлять вопросов но по поводу того что агрессивный средне агрессивный или слабо агрессивный в первую очередь я поддержу михаила как часто ты хочешь бриться как часто тебе надо бриться как часто ты будешь бриться если каждый день то 41 голова тебе не в помощь это тебе долго придется привыкать пока ты привыкнешь бриться 41 каждый раз в каждый день но на один проход еще куда не шло вода чистоты да ты себе до кости соскоблишь а если у тебя есть возможность двух трехдневную щетину собирать вот тут тогда как бы почему нет совсем другой вопрос то есть вот нюанс это есть а вы что об этом думаете вот тоже было бы интересно помимо станков подобные вопросы за это же примерно направленности образовался по поводу помазков два человека не договаривались один комментариях под видео другой в комментариях в к спрашивают по поводу помазков ребят к стыду своему сегодняшний день я погряз в яки то есть вот все те которые европейцы у меня есть вот смотрите то что на сегодняшний день у меня осталось не из китайцев это или европейцы или американцы или канадцы всего лишь вот эти вот два помазка разорак big bruce достаточно неплохой помазок но все-таки он мягковат тем не менее соплей его никто назвать не сможет это великолепное замечательное изделие но да скажем так барсука и тем более кабана конечно же ему далеко омега вот такая вот желтенькая на мой взгляд до сих пор еще не признанный призер лидер по соотношению цена-качество потому что за шесть евро его перешибить ну как бы сами понимаете достаточно тяжело но тем не менее это та синтетика которая позволит вам великолепно побриться она тоже далека до кабана и парсука но по соотношению цена-качество это number one до сих пор его еще никто не переплюнул если кто-то из производителей снизит цену до 6 евро своих изделий тогда он сможет с этим пободаться пока же пока же этого никто не делает мужской материк синтетика все вы прекрасно помните как я и восторгался и сейчас появились вопросы ребята скажите пожалуйста вот на самом деле мужской материк сохраняет лидерские позиции или он допустим уже давно не фаворит ребят не могу сказать слишком давно и мне брился для того чтобы точно ответить на этот вопрос как минимум нужно еще раз им побриться чтобы воочию сравнить battle что ли какой-то устроить так что если вам это интересно говорите и обязательно сделаем до последнего времени вот этот помазок от яки вы помните на него наверняка обзор был одним из моих любимых и сам для себя как-то поквал так что вот что-то торкает от яков и я это пункт сторонку откладываю если эта позиция уже была кем-то занята тот который был на этом месте убираю вместо него оставляю от нового фаворита и вот тот самый фаворит который до последнего времени был от яков теперь же и его я убираю сторону она его место становится вот этот металлической ручкой почему по тактико техническим пожалуй что их сравнить то можно все таки вот этот зашел больше скорее всего ввиду форм-фактора то есть размеры ручка внешний вид то есть вот знаете вот это все как-то сыграло свою роль и несмотря на то что вот этот по размеру все-таки по диаметру узла все-таки не за несколько меньше этот по массивнее я люблю по массивней но тем не менее вот сейчас вот этот вот не заходит гораздо больше и гораздо интереснее а этого красавчика я выберу сторону и он пойдет ко всем остальным а этот займет место фаворита если говорить о кабанах ребят на сегодняшний день для меня несомненный лидер это вот этот вот помазочек от омеги ввиду многих причин он уже давным-давно готов посмотрите кончики как распушились они уже такие уже так на эти секущиеся то что нам надо если вдруг соскучишься по массажу или так чтобы тебе как дали дали чтоб мало не показалось вот ребята это вот сюда по адресу при всем при том это достаточно выверенное годное профессиональное изделие несмотря на смешную стоимость в районе от 6 до 8 евро и бриться вот таким если вы любите массаж это одно удовольствие дополнительным бонусом может служить его форм-фактор ну во первых это длина ручки он вам как на лице так и в чаше позволит работать с легкостью заначку от жены прятать ну я не знаю да наверное можно но у меня нет такой привычки кто этим балуется ребята знаете у вас здесь потаеная комната жена в жизнь не догадается но если конечно наше видео не посмотрит а так обалденное шикарное супер изделие очень нравится ни одного из того европейца который вот если вы сейчас только что увидели я не могу сравнить яки они все мягче они совсем другие яки ни одного похожего на кабана я до сих пор не встречал неплохую синтетику да было хорошую синтетику которая прям так на этих барсучку уже можно как-то так присоседивается рядом уже сидит да тоже есть но отличие китайцев от европейцев и англичан для меня на сегодняшний день вот потому что я пробовал но совершенно очевидно и поэтому когда вот люди спрашивают английские помазки или допустим что-то такое чтоб как кабанчик барсук я могу сегодня сказать только о яках но это же не так потому что есть еще европейцы есть еще англичане есть еще те же самые канадцы к примеру это все те люди которые то витали итальянцы европейцы да кто тоже делает помазки мой самый такой яркий и печальный опыт по поводу вот таких вот которые близко к кабанчику это эпсилон мне он категорически не понравился по поводу из-за того что у него посередине вот такой штырь который мне каждый раз мозг уносил как его покласть как с ним договориться чтобы он не побриться-то дал но как оказалось есть люди которым такие помазки в принципе то нравится по моему тот же евгений вышел да ты чудо это эпсилон мое все ну то есть вот видите насколько многогранен мир поэтому ребята я тут хотя бы попросить помощь зала то есть вот ваше мнение помазки которые скажем так могли бы хоть как-то рядышком постоять рядом с кабанами рядом с барсуками но европейские английские и канадские фирмы вот у кого опыт общения вот с такими помазками есть будь ласково скажите пожалуйста потому что я вот сейчас пока могу говорить только о яках европейцев те которые у меня есть но они на эту роль вообще никак не тянут они реально мягкие вручайте хлопцы ну и маленькая презентация на будущее видео по бритью в котором будет принимать участие мыло разор она не совсем и быть обычную историю происхождения имеет совсем недавно мне вк написала мария и рассказал свою историю как оказалось это никакой не артизан это обыкновенная русская женщина любящая русская женщина которая любит своего суженного которая может делать что-то своими руками ей это интересно и по сути у нас на следующем видео будет продукт любви что ли можно так сказать то есть любящая женщина делала для любящего мужчины и мне это чертовски интересно и самое главное чертовски приятно что у нас есть такие люди ребята есть просто не каждый пишет мне не каждый говорит об этом не каждый может сказать об этом но самом-то деле таких людей много много и очень приятно что вот один из таких людей у нас появился на канале ну а как эта штука работает ну совсем скоро но еще один комментарий я специально приведу сдвоенный это евгений и мэнли мэн донат донс это два человека которым парфюм не чушь которые в этом очень хорошо разбираются которые знают не только азы но и потрошка вот эти вот все внутренние содержания то есть люди понимают о чем говорят особенно мне понравилось вот то что вот мэнли мэн донат донс написал слово ведь ольфакторная обонятельная блин блин вот вот я тоже так хочу у красавчик просто красавчик то есть человек вышел и только по слогу я уже понимаю что человек в теме то есть человек разбирается о чем он говорит он понимает что он пишет и это как бы не тот который мимо прошел а тот который реально живет этим который соображает то есть вот почему я вообще об этом говорю ну тут во первых евгений так в один вы не правы между 4711 шипром разница настолько огромна как между водкой виски там таран 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 и в заключении мэнли мэн донат донс я и не такое отличу но я понял о чем вот тройной 4711 и нейроли по портофина все похожи только с она разная но это на первый взгляд моя претензия в том что в один путает шипр и тройной оба они из прошлого но не оправдана так но несправедливо говорить что они похожи и все вместе похожи на 4711 дорогой ты мой евгений дорогой вы мой евгений если коротко на мне похер ну смысле пофиг а если так чтобы объяснить вот представьте себе ребенка вот он сидит за столом да ему дали карандаши чистый лист бумаги он все-то там базилка и что-то там делает а потом хлоп взрослый товарищ подходит смотрит ну и там мама папа за ручки держится там домик труба вот как-то там при пиндюрина дым какой-то солнышко с такой отрожай взрослый человек подходит смотрит на все это дело и говорит слышь ребенок а у меня претензии ты все тут неправильно нарисовал мама папа не такие дом с такой трубой в принципе быть не может и что это за дурацкое солнце с улыбкой как вы думаете это взрослый будет прав да все мы знаем что нет потому что ни один взрослый так не сделает почему потому что ребенок вот то что он там нарисовал он это так увидел и миру в меру своего внутреннего состояния и умения самовыражения он это перенес на бумагу именно таким образом ничуть не сумяшись а что есть какие-то великие художники есть какие-то институты искусства искусства где на художников учат как рисовать правильно как составлять композицию как там краски подбирать как вот выражать вот это вот все ребенку пофиг по барабану пофиг он так видит вот вы вышли сказали вадим у меня претензия евгений ну вы не правы потому что у вас не может быть претензия если бы я вам что-то обещал и обманул вас тогда да тогда это возможно если бы у нас был какой-то между вами между вами и мной договор и я нарушил этот договор то да вы тогда тоже могли бы предъявить претензию тут же несколько иная ситуация тут я так глубоко как вот вы я не сижу в этой теме для меня вот это вот не роли почули там листья бэй там кориандр вот это вот все это не пустые слова это 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 какие-то краски которые входят меня и я как-то по-своему интерпретирую как-то по-своему понимаю вот если взять допустим вас вы в этой теме как-то там бы хорошо разбираетесь и говорите а то ты чего вот это 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 разная на тебе на тебе по-своему может быть и правы но по моему то что вы там все написали для меня это пустой звук потому что если взять допустим описывать вот все эти запахи которые вот я ощущаю каноническим образом переходя на ваш язык то я буду читать сухую инструкцию которая не нужна никому мне в первую очередь не нужно и мне совершенно по барабану что там 47 11 это не какой-то там шипр там или еще что-то потому что это ваши каноны вы в этой теме сидите я их не нарушаю вы пришли ко мне послушать мой мир увидеть мой мир и в своем мире я выражаюсь по-своему я не пытаюсь прийти в ваш мир и сказать ребята что-то вы тут как-то вот что-то все неправильно делаете у меня претензия надо не так а вот так так и так и так вы не правы вы как там заблуждаете а путаете вы путаете я не прихожу ваш мир и не учу вас не пытаясь его перевернуть перекроить на правильный мой лад как я считаю я я в своем мире и вас не может быть претензий я могу перепутать цифры могу перепутать размеры могу перепутать название но запахи как как можно перепутать как можно перепутать какого тона запах ты слышишь сейчас ну это невозможно я их чувствую так как чувствуют и не по вашим канонам а по своей чуйки потому что по вашим канонам я беру баночку а там написано лайм все ребят чем пахнет лайм но это ложь потому что я могу взять вот такую баночку или что там там написано лайм а я не чувствую этого лайма его там нет для меня нет вообще я ни одной молекулы пролетающие не вижу поэтому я не могу сказать что он пахнет лаймом для меня он пахнет чем-то другим чем об этом я и говорю мне совершенно по барабану что написано на этой баночке я специально перед каждым обзором не читаю из чего создан тот или иной продукт дабы просто шоры не забивать и не вбивать себе в башку какие-то клише которые потом несомненно выскочат и сорвутся с языка не главное что в этом продукте внутри для меня лично первые те самые впечатления каждый раз когда их получаю и отдаю вам мне не важно что на баллоне написано что на заборе он тоже написано сходите посмотрите нет ничего я точно проверял да и вы наверняка тоже да кто из нас не проверял а вот что там внутри чем раскрывается вот это все вот это совершенно другой вопрос внутренняя составляющая каждого продукта это константа на этом этапе он уже может разниться потому что разные компании разные вещи делают по-разному и даже если там написано лайм или что-то еще может быть не та концентрация и забивается весь этот запах его нет но к этому добавляется еще другая переменная это химия каждого отдельного взятого индивида потому что химия кожи у всех людей разное как среагирует химия продукта и химия вашей кожи знаете только вы сам потому что вы этим пользуетесь сможете ли вы описать сие действия это уже вопрос непосредственно к вам если я нанося 4711 на себя получил какой-то образ и этот образ меня вдохновил на то что я вам сказал так это не значит что я не прав и это не значит что я сказал что-то не так это значит что я вам передал то что я чувствовал а уж насколько это сопоставимые коррелируется с вами с вашими вот этими вот фундаментальными знаниями это каждый решает для себя сам если в вашем видении что-то нарушил в вашем видении что-то там сказал не так ну так это это ваши проблемы если коротко ко мне то это какое отношение я это так увидел я это так сказал ну и вишенка на торт запаховая составляющая также как и скажем так эстетическое это сугубо индивидуально то есть вот как вы этот запах ощущаете кроме вас никто больше не ощущает только вы сами как я этот запах ощущаю так ощущая а какое-то имеет отношение к тому что вы написали а вот это из той серии это с того подраздела это имеет такое название а вот это там это то а вот это там пачули там шалфей еще что-то это не может быть запрещаю вы об этом не этого не надо но его на на нашем канале этого не будет и любой человек может выйти написать даже вы то что вы думаете но не надо мне претензии выдвигать за эфемерные вещи которые рождаются в душе только у отдельно взятого человека если вам этот образ не по душе просто пройдите мимо господи что такого то ну не по кайфу ну дэс влепите там ну чего еще можно сделать как-то так я к этому отношусь поэтому спасибо за ваше внимание на этом ребята пора уже наверно все-таки прощаться идти бриться но вам всем огромное спасибо добра счастья радости берегите себя берегите своих близких дай вам здоровья пускай всегда всегда все будет хорошо и те вопросы которые были видео по поводу станков по поводу помазков хлопцы будь ласка помогите парням ответить потому что где-то у меня знания не хватает где-то я зашоренный благодаря тому что уже слишком долго сижу на этих яках без помощи зала никак никак ну все пока пока до новых подписывайтесь на канал я пошел бриться